Действие. Губернский город. Главные действующие лица. Семья Прозоровых. Ирина самая младшая из трех сестер. У нее сегодня день рождения. Девушке исполнилось 20 лет. За окном солнечный день. В доме царит веселье. Все бегают, мечутся, накрывают праздничный стол. В гости должны пожаловать офицеры новой артиллерийской бригады, а также их командир, подполковник Вершинин. У всех прекрасное настроение. Ирина говорит, что у нее очень тепло на душе, будто бы она на парусах. Смотрит на просторное небо. Осенью Прозоровые должны перебраться в Москву. У сестер нет сомнений, что Андрея, их брата, ждет большое будущее. Они уверены, что его зачислят в университет. А после он станет профессором. У учителя гимназии Кулыгина, который по совместительству супруг Маши, одной из сестер, также хорошее настроение. Волна радости настигла и Чебуткина, военного доктора. Этот мужчина в прошлом был без ума от матери сестер, теперь уже покойный. Он называет Ирину белой птицей и с нежностью целует. Поручик барон Тузенбах воодушевленно обсуждает перспективы будущего. Он говорит, что настало время огромной бури, которая должна сдуть с людей все самое плохое. Речь идет о лене, равнодушии и скуке. Вершинин тоже находится в оптимистичном настроении. Стоит ему появиться, как Маша сразу избавляется от хандры. Появляется Наташа. Она в некотором смущении от такого большого общества, но это не отражается на жизнерадостной атмосфере. Андрей предлагает ей руку и сердце. Но второе действие уже не отличается таким хорошим настроением. Андрей явно заскучал. Он мечтал стать московским профессором, поэтому быть секретарем земской управы ему совсем не нравится. В то время Машу настигло разочарование. В собственном супруге. А ведь в прошлом она считала его очень умным и образованным. Теперь же в обществе его друзей-преподавателей чувствует себя одинокой. Ирине совсем не нравится ее работа в телеграфе. Ольга возвращается из гимназии с явной усталостью. Вершинин в расстроенных чувствах. Он все еще говорит, что на земле рано или поздно все изменится. Однако сразу же добавляет, что счастья не существует. И единственная миссия общества – работать и еще раз работать. А Чебутыкин в своих каламборах таит затаенную боль. Он говорит, что одиночество – это ужасное явление. Наташа, которая медленно, но все же прибирает к рукам весь дом, выпроваживает гостей. Маша кричит Ирине «Мещанка». Проходит три года. Первое действие сопровождалось солнечным днем. А вот третье предупреждает, что события будут печальными. Случился пожар. В доме Прозоровых множество людей. Все они спасаются от пожара. Ирина сильно плачет и все говорит, что она в отчаянии. Да все повторяет, что они никогда не уедут в столицу. Маша тоже задумалась о том, что же будет дальше и как они проживут жизнь. Андрей в слезах. Когда он женился, то думал, что все будут счастливы. А в итоге это не так. В ужасном разочаровании и Тузенбах. Ведь еще три года назад он был уверен в безупречной жизни. Чебутыкин ушел в запой. Плача, он говорит, что в его душе холод, а в голове пустота. Кулыгин с упорством твердит, что всем доволен. Но от этого только очевидней, что все глубоко несчастны. Подошло время к последнему действию. Скоро наступит осень. Маша гуляет по аллее и замечает в небе перелетных птиц. Артиллерийские бригады покидают город. А все потому, что их переводят. Куда точно, неизвестно. Офицеры приходят в дом Прозоровых, чтобы попрощаться. Федотик, делая снимок, вдруг подмечает, что с их уходом в городе станет тихо и спокойно. Высказывание Андрея еще более категоричное. Он говорит, что город будто колпаком накроют. Настолько станет пусто. Маше приходится расстаться с Вершининым, в которого безумно влюблена. Она все еще вторит, что жизнь неудачна, и теперь ей все чуждо. Ольга теперь начальница гимназии. К ней приходит понимание того, что столичная жизнь ей не суждена. Поэтому она принимает предложение Тузенбаха, который находится в отставке. Завтра они с бароном обвенчаются и переедут. Теперь у нее начнется новая жизнь. Ольга счастлива. По ее словам, у нее будто выросли крылья. Чебутыкин умиляется, желая им счастья. Андрей тоже не стоит в стороне, по-своему благословляя их. Он просит ее надеть шапку, взять палку и идти вперед, никогда не оглядываясь. Но надежды героев пущены по ветру. Им, увы, не суждено стать явью. Соленый, питающий любовь к Ирине, ссорится с бароном. После на дуэли убивает его. Андрей надломлен, у него нет сил, чтобы двигаться дальше. Он не понимает, почему люди, которые только начинают жить, рано или поздно превращаются в ленивых и несчастных личностей. Артиллерийская бригада уходит из города. Слышен военный марш. Ольга говорит, что музыка возвращает ей желание жить. Ей кажется, что осталось совсем чуть-чуть. Скоро они узнают смысл своих страданий и жизни. Музыка стихает. Лето. Ялта. Молодой москвич-филолог Дмитрий Дмитриевич Гуров, ныне работающий в банке, приехал на отдых. Дома осталась семья. Двенадцатилетняя дочь, два сына гимназиста и нелюбимая жена, которую он часто изменяет. Его внешность отвечает понятию лавелас. Обходительный, милый, с неуловимым шармом. Женщины его любят. Он же презирает их и считает низшей расой. Хотя сам постоянно использует их в своих любовных приключениях. Однажды у моря он встречает молодую интересную особу. Невысокая блондинка в берете, за ней повсюду следует белый шпиц. Отдыхающие дали ей прозвище. Дама с собачкой. Выбрав очередной объект внимания, он знакомится с ней за обедом. На ее реплику о скуке на отдыхе он ответил банальностью, проговорив, что проживая где-то в скучной провинции, отдыхающие здесь жалуются на отсутствие развлечений. Можно подумать, что приехали из Гренады. Она ответила милым смехом. Анна Сергеевна, так зовут эту даму, родилась в Петербурге. Два года назад она вышла замуж и переехала в город Эс. Ее муж – чиновник фон Дидеритс. Его дед немец, но сам он давно православный. Работа ему неинтересна. Он даже не помнит правильного названия своего места службы. В браке она несчастлива. Мужа не любит. В герое проявляется чувство жалости к ней. Через неделю у них завязался роман. Женщина переживает болезни на свое падение. Считает, что возлюбленный первый станет ее презирать. Он не знает, что сказать в ответ. Она клянется, что грех ее не преднамеренный. Только искренняя любовь послужила причиной измены. Гуров пытается убедить ее в обратном. Заверить во взаимности. Но на самом деле для него это обычный поход на сторону. Отношения их продолжаются ровно. Будто они оба свободны. К ней должен вскоре приехать муж. Но вместо этого приходит письмо с просьбой к жене вернуться домой. Герой-любовник провожает ее до станции на извозчике. При расставании она не плачет. Но выглядит грустной и больной. Он вроде бы тоже грустен и раскаивается в случившемся. После отъезда своей возлюбленной решает уехать домой. Дома все по-прежнему. Любимая Москва. Снова клубы, рестораны с любимыми блюдами. Но в привычный уклад жизни врываются воспоминания о курортном романе. Анна Сергеевна вспоминается ему во сне и наяву. Ищет ее взглядом в толпе. Он понимает, что это любовь. Поделиться с кем-то своими переживаниями он не может. Промучившись какое-то время, он решает ехать в ее город. Добравшись туда, он снимает номер в гостинице. Узнав у швейцара адрес семейства фон Дидеритс, все же не решается напрямую нанести им визит. Однажды Гуров подстерегает их у театра. Муж Анны Сергеевны производит впечатление типичного, скучно спокойного обывателя провинциального городка. Женщина напугана встречей. Она пытается убедить бывшего ухажера уехать, обещая самой приехать к нему. Их встречи возобновляются в гостинице «Славянский базар» в Москве. Мужу она говорит, что каждые 2-3 месяца ездит на консультации к доктору по женским болезням. Проходит много времени. В конце повествования описывается их очередная встреча. Она плачет, а он ее жалеет. Заказывает чай и вдруг... В зеркале замечает уже немолодого человека. Жизнь пробежала как-то неправильно. Меняя партнерш, живя в нелюбви и вечной лжи, он прошел мимо чего-то важного. И только на склоне лет они встретили друг друга. Свою любовь. Стали по-настоящему близки не только телом, но и душой. Это самое ценное в их жизни. До принятия правильного решения оставался, казалось бы, шаг. Но оба понимали, что впереди много трудностей. И окончание истории еще очень далеко. Россия 19 века. Просторы села Мироносицкого. Два приятеля, ветврач Иван Иванович Гимша Гималайский и учитель гимназии Буркин целый день провели на охоте. На ночь устроились в сарае местного старосты. Учитель решил рассказать историю своего сотрудника, преподавателя греческого языка Беликова. Особенность этого человека состояла в том, что он в любую погоду выходил из дома только в галошах. С зонтом и в пальто на вате. Все его предметы были зачехлены. Часы, зонтик, перочинный нож. На нем повсеместно были темные очки. Ставни дома закрывались на замки. Беликов пытался оградить себя от различных внешних влияний. Он как бы закрывал себя в футляр. Значимыми и понятными для него были только запрещающие что-либо указания. Отклонения от догм и правил приводили его в смятение. Тихое отношение к жизни угнетало весь город. Но однажды, волею случая, он чуть было не женился. В гимназию пришел новый учитель истории и географии Михаил Савич Коваленко. Эдакий молодой веселый парень. У него была 30-летняя сестра Варенька. Она славилась красотой и веселым нравом. Хорошо пела и плясала. Все восхищались ею. Даже Беликов. Учителя решили их поженить. Стали по очереди убеждать его в такой необходимости. Девушка ему благоволила и ходила с ним на прогулки. А он все повторял, что брак – это дело серьезное. Новоиспеченный кавалер часто ходил в гости в дом невесты. Дело шло к свадьбе. Но случилось непредвиденное. Кто-то решил пошутить и нарисовал карикатуру на Беликова. На ней он был в пальто с зонтом и под руку с Варенькой. Все учителя получили такую картинку. Герой Шаржа был в шоке. Совсем скоро он столкнулся на улице с невестой и ее братом. Те катались на велосипедах. Беликов от возмущения чуть не сомлел. Как? Учитель гимназии и женщина на велосипедах? Недопустимо. Следующего дня он отправился к ним в гости. Высказать свое отношение к увиденному. Девушки не было дома. И ее брат очень не любил кандидатов в женихи, так как сам уважал свободные нравы. Нравоучения привели его в ярость. И он спустил гостя с лестницы. В этот момент в дом вошла Варенька с двумя своими знакомыми. Она захохотала, увидев это зрелище. Этим она привела пострадавшего в полное негодование. Мысль о том, что весь город узнает о его конфузе, повергла его в депрессию. Через месяц он умер. Странно, но в гробу он лежал со счастливым выражением лица. Вот его идеал. Футляр, из которого нет выхода. И он навсегда. На похоронах ощущалось всеобщее облегчение. После смерти Беликова жизнь в городке потекла обыденно и бестолково, со своими отступлениями от канонов и некоторыми безобразиями. Рассказчик Буркин умолк. А Иван Иванович философски заметил, что теснота и духота города, ненужные бумаги и праздность – это и есть футляр. Главный герой романа – Петр Николаевич Сорин, действительный статский советник. Его сестра Ирина Николаевна Аркадина, известная актриса, гостит в его имении вместе со своим сыном Константином Гавриловичем Треплевым. Ирину также сопровождает ее возлюбленный, известный билетрист Борис Алексеевич Тригорин. Константин хочет стать писателем. Современный театр он не жалует, и поэтому ищет новые формы театрального искусства. В один момент герои собираются смотреть пьесу, исполняемую в естественных декорациях. Главную и единственную роль в ней играет Нина Михайловна Заречная, молодая девушка из семьи богатых помещиков. Константин Гаврилович влюблен в нее всей душой. Родители Нины не одобряют ее увлечения театральным искусством, и поэтому она приезжает в усадьбу тайно. Ирина Николаевна не одобряет приезд Нины Михайловны, поскольку считает, что молодая актриса может соблазнить билетриста Тригорина. Константин считает, что мать его недолюбливает. Все дело в том, что, смотря на него, она вспоминает свои лучшие годы. Треплева также волнует связь матери с Борисом Тригориным, из-за чего в газетах часто появляются заголовки о том, что она чересчур скупа и крайне ревнива. Всеми своими переживаниями герой делится со своим дядей. Сам Сорин без ума от театра. И когда-то он даже сам хотел стать писателем, но из-за этого так ничего и не вышло. Но зато он провел добрых 28 лет на службе в судебном ведомстве. Грядущий спектакль собираются смотреть еще несколько людей. Среди них Илья Афанасьевич Шамраев, поручик в отставке, а ныне управляющий в поместье Сорина. Его жена Полина Андреевна, а также их юная дочь Маша. Еще один гость Евгений Сергеевич Дорн, местный доктор. И последний зритель Семен Семенович Медведенко, учитель. Он по уши влюблен в Марию, но его чувства невзаимны. Маша, в свою очередь, любит Константина, а Медведенко считает человеком из другого мира. Наконец, в имение приезжает долгожданная актриса. Она сбегает из дома всего на полчаса, и потому все торопятся увидеть ее выступление. На сцене практически нет декораций, лишь занавес и кулисы. Зато спектакль проходит на фоне прекрасного озера. Полная луна, поднявшаяся над горизонтом, ярко отражается в воде. Нина выходит на сцену вся в белом и зачитывает текст из декадентской литературы. Во время выступления зрители без конца перешептываются, и никто не реагирует на замечания Треплева. Вскоре молодой человек выходит из себя и в гневе останавливает спектакль, после чего уходит. Маша следует за своим возлюбленным и надеется его успокоить. В то же время Нина знакомится с Тригориным и вскоре покидает поместье, спеша домой. Единственные зрители, что оценили пьесу, это Маша и доктор Дорн. В разговоре девушка признается ему, что влюблена в Константина и просит совета, но доктор не представляет, чем может ей помочь. Несколько дней спустя молодая актриса вновь приезжает в имение. Ее родители уехали в Тверь, и это дало ей возможность вновь покинуть дом. Полина Андреевна тем временем чуть не признается доктору Дорну в любви. Затем она встречает Нину у входа в поместье и понимает, что Евгений Сергеевич на самом деле влюблен в молодую актрису. Заречная отправляется на прогулку в сад и погружается в размышления. Ее удивляет, насколько жизнь известных людей похожа на обыденную. Они переживают те же бытовые ссоры, они льют горькие слезы и испытывают искреннюю радость. Даже простые хлопоты их не обходят стороной. Мысли актрисы прерывает Трепли в принесшей с собой убитую чайку. Эту птицу герой сравнивает с собой. Но Нина говорит, что не способна больше понимать его, ведь он говорит с символами. Молодые люди общаются какое-то время, но Константин замечает приближающегося Тригорина и в спешке уходит. Актрисы и билетрист остаются наедине. Нина восхищается той жизнью, что проживают Тригорин и Аркадина. Она считает их чудесной и счастливой парой. Но Борис Алексеевич видит в их связи лишь тоску и бесконечные муки. Заметив оставленную Константином чайку, Тригорину в голову приходит идея для нового рассказа. Это история о молодой девушке, что похоже на птицу, но внезапно приходит человек и губит ее. Через неделю Маша признается билетристу в том, что любит Трепливо. И чтобы больше не мучить себя, она хочет выйти замуж за учителя Медведенко, хоть и вовсе его не любит. Тригорин планирует ехать в Москву вместе с Ириной Николаевной. Мать хочет уехать из-за сына, который на днях чуть не покончил с собой и теперь собирается вызывать билетриста на дуэль. Нина также планирует уезжать, чтобы исполнить свою мечту и стать известной актрисой. Она приходит проститься с Тригориным и дарит ему медальон со словами из его книги. Когда писатель открывает произведение, чтобы увидеть отрывок целиком, он натыкается на следующие строки. «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее». После этого Борис Алексеевич горит желанием последовать за Ниной. Он думает, что это самая настоящая любовь. Его возлюбленная Ирина Николаевна просит его не уходить от нее. Тригорин успокаивает Аркадину, соврав, что останется с ней, а сам назначает тайную встречу с Заречной по дороге в Москву. Проходит еще два года. Петру Николаевичу исполняется 62 года. Он очень болен, но не теряет воли к жизни. Мария и Медведенко женились и завели ребенка. Но девушка совсем не счастлива в браке и одинаково не любит как мужа, так и единственного сына. Учитель видит это и сильно страдает. Треплев делится с доктором Дорном историей о судьбе молодой актрисы Заречной. Нина сбежала из дома и стала жить с билетристом Тригориным. Со временем у них появился ребенок, который вскоре трагически скончался. Борис Алексеевич разлюбил актрису и вернулся к своей старой возлюбленной Ирине Николаевне. Карьера у Нины также не задалась. Она часто выступала на сцене, но ее труд никто не ценил по достоинству. Периодически она писала Треплеву письма, но никогда не говорила о том, как плохо складываются ее дела. В каждом письме она оставляла подпись «Чайка». Родители молодой актрисы не хотели ее больше видеть и как-либо контактировать. Треплев знал, что Нина сейчас в городе и она даже обещала к нему зайти. Но Николай был уверен, что девушка не придет. Но, несмотря на уверенность, герой ошибся. Заречная неожиданно для всех появилась на пороге имения. Константин признается Нине в любви, но актриса отвергает его. Она до сих пор любит Тригорина и не может связать себя иными узами. Девушка объясняет все Треплеву и едет в провинцию, чтобы играть там в театре. Нина приглашает героя прийти на ее выступление, когда она, наконец-таки, станет знаменитой. Когда девушка уезжает, Треплев не находит себе места. В доме собираются Тригорин, Аркадина, доктор Дорн и многие гости. Они собираются танцевать и петь. Константин сжигает все свои рукописи и запирается в соседней комнате. Неожиданно гости слышат звук выстрела. Доктор Дорн решает, что это лопнула одна из его пробирок и отправляется это проверить. Спустя какое-то время он возвращается и отводит билетриста в сторону, чтобы поговорить. Дорн просит увезти куда-нибудь подальше Ирину Николаевну, ведь ее сын только что застрелился. Повествование начинается с описания палаты под номером 6 для душевнобольных, что находится в больничном флигеле. По словам автора, там воняет кислой капустой, гарью, клопами и вся эта вонь производит впечатление, будто вы попали в зверинец. В этой палате расположены 5 человек. Один из них мещанин худощавого телосложения, мокрыми от слез глазами и рыжими усами. Вероятно, его мучает чахотка и весь день он находится в подавленном состоянии. Второй обитатель палаты это дурачок Моисейка, что сошел с ума 20 лет назад, когда потерял в пожаре свою шапочную мастерскую. Только ему разрешается уходить из палаты и побираться на улицах города. Все, что Моисею удается собрать, всегда присваивает себе местный сторож Никита. Помимо прочего, он любит порядок во всем и потому нередко избивает больных. Моисейка услужливый и здесь он подражает единственному благородному обитателю палаты Ивану Дмитриевичу Громову, бывшему судебному приставу. Тот из семьи богатого чиновника, которого в какой-то момент постигло множество бед. Сначала это была смерть старшего сына Сергея. Затем суд над самим чиновником за растрату и подлоги. А потом и вовсе смерть заставшая отца в тюремной больнице. Младший сын Иван вместе со своей матерью остались без каких-либо средств к существованию. Не без труда он окончил учебу и добился своей должности. Спустя какое-то время выясняется, что Громов страдает манией преследования и это приводит его в палату под номером 6. Четвертый пациент это толстый, округлой формы мужчина с очень глупым и бессмысленным лицом. Он будто не способен испытывать чувства и мыслить. Он не проявляет никаких эмоций, даже когда его в очередной раз избивает сторож Никита. Последний обитатель палаты худощавый блондин с добрым, но несколько лукавым лицом. Он болен манией величия, но со странными особенностями. Периодически он говорит, что ему дали Станислава второй степени со звездой или один из редких орденов по типу полярной звезды. При этом больной как бы сам удивляется и делает все это очень скромно. Закончив знакомство с больными, читателю представляют доктора Андрея Ефимыча Рагина. В молодые годы он хотел стать священнослужителем, но его отец профессиональный хирург и по совместительству доктор медицины заставил его пойти учиться на медика. Снаружи Андрей Ефимыч выглядит как довольно тяжелый и грубый мужчина, но при этом у него мягкие манеры и достаточно тонкий голос. Когда он начинал свою работу, здесь шестая палата была в плачевном состоянии. Кругом царила антисанитария и бедность. Но на докторе это никак не отразилось. Он был честным и умным человеком, но ему не хватало воли, чтобы изменить здесь жизнь к лучшему. Поначалу он целиком и полностью отдавался своей работе, но спустя некоторое время заскучал и пришел к выводу, что в подобных условиях лечить людей не имеет никакого смысла. В рассказе его вывод звучит так, да и к чему мешать людям умирать, если смерть есть нормальный и законный конец каждого? Эти мысли привели его к тому, что Раген стал появляться в больнице через день и практически перестал уделять внимание важным делам. У него сложился свой распорядок дня. Поработав немного для вида и приняв всего 5-6 больных, он отправляется домой и погружается в чтение. Раз в полчаса он пьет водку, закусывая огурцом или моченым яблоком. Затем наступает обед, за которым он пьет еще и пиво. Под вечер обычно его посещает почтмейстер Михаил Аверьяныч, некогда богатый, но ныне разорившийся помещик. Он презирает всех обывателей, но к Рагену относится с уважением. Весь вечер они жалуются на свою судьбу и ведут пустые разговоры. Когда же гость покидает доктора, тот продолжает свое чтение. Андрей Ефимыч отдает за книги половину своего жалования и читает практически всю подряд, но особенно его привлекают история и философия. Лишь с книгой в руках Раген испытывает счастье. И помимо прочего, доктор, похоже, страдает бессонницей. Однажды доктор навещает палату номер 6, где знакомится с Громовым. Они общаются и вскоре Раген полностью погружается в беседу. Позже, уже перед сном, доктор решает, что нужно навестить пациента завтра еще раз. На следующий день Раген вновь приходит к Громову и впоследствии они начинают видеться каждый день, продолжая свои беседы. От них Андрей Ефимыч получает некое удовольствие. В этих спорах Раген склоняется к позиций греческих стойков, что говорят о презрении к жизненным страданиям. Громов же обзывает философию доктора сонной одурью и мечтает покончить со страданиями. Несмотря на это, они тянутся к друг другу и это замечают окружающие. После чего по больнице начинают ходить слухи о частых посещениях Рагена 6 палаты. Доктора приглашают все разъяснить в местное городское управление. Виной этому конкурент Андрея Ефимыча его подопечный Хоботов. На словах обсуждение ведется об обустройстве старой больницы, но на деле чиновники хотят выяснить, не сошел ли Раген с ума. Доктор догадывается о происходящем и это его злит. В этот же день его единственный друг Михаил Аверьяныч предлагает съездить в Москву, Петербург и Варшаву, чтобы хоть как-то развеяться. Доктор понимает, что это предложение также вызвано слухами о его вероятной душевной болезни. В конце концов ему предлагают подать в отставку. Он без каких-либо эмоций принимает это и отправляется в Москву вместе с почтмейстером. По дороге друг доктора достает его своей болтовнёй, алчностью и обжорством. В итоге почтмейстер проигрывает все свои деньги в карты и берет в долг у Рагена. Затем они возвращаются обратно в свой город. Дома доктора вновь докучают с его выдуманным сумасшествием. В какой-то момент он не выдерживает и выгоняет из квартиры Михаила Аверьяныча и помощника Хоботова. Затем ему становится стыдно за свои действия и он отправляется к почтмейстеру, чтобы принести свои извинения. Друг уговаривает Рагена лечь в больницу на лечение. В итоге поместить туда его решают хитростью. Бывший помощник доктора приглашает Андрея Ефимыча на консилиум в шестую палату, после чего оставляет его, якобы отправившись за стетоскопом. Но спустя долгое время Хоботов так и не возвращается. Раген из доктора превращается в больного. Сначала он пытается всеми способами выбраться из палаты, но сторож его не выпускает. Затем Андрей Ефимыч вместе с Громовым устраивают бунт, за что в итоге доктор получает по лицу от сторожа Никиты. Раген принимает страшную правду, что из шестой палаты ему больше не выбраться. Он погружается в состояние полной безнадежности и спустя некоторое время умирает от апоплексического удара. На похороны доктора приходят лишь два человека. Это почтмейстер Михаил Аверьяныч и бывшая прислуга Рагена по имени Дарьюшка. Пьеса начинается с того, что купец Лопахин и горничная Дуняша ожидают приезда помещицы Раневской, которая пять лет жила во Франции вместе с дочерью Аней, гувернанткой Шарлотты Ивановны и лакеем Яшей. В поместье оставались старшая приемная дочь Раневской, Варя и брат Раневской Гаев Леонид Андреевич, которые уехали на станцию встречать поезд. Лопахин к выезду на станцию проспал и теперь беседует с Дуняшей. Он рассказывает, как однажды Любовь Андреевна, еще молодая, утешала его, 15-летнего мальчишку после побоев отца. Лопахин называет Раневскую «легкий, простой человек». Рассказывает и о себе, сыне крепостного. «Только что вот богатый, денег много, а ежели подумать и разобраться, то мужик мужиком». Лопахин не получил образования и ничуть этого не стыдится. Дуняша волнуется, ожидая прибытия хозяев, и Лопахин замечает ее состояние. Он упрекает ее за излишнюю чувствительность, неподобающую горничной. Очень уж ты нежная, Дуняша, и одеваешься, как барышня, и прическа тоже. Так нельзя. В комнату входит Епиходов и отдает Дуняше букет для украшения столовой. Когда конторщик уходит, девушка рассказывает Лопахину, что тот позвал ее замуж. В своих чувствах к Епиходову она не уверена. «Человек он смирный, а только иной раз, как начнет говорить, ничего не поймешь. И хорошо, и чувствительно, только непонятно. Мне он как будто и нравится. Он меня любит безумно. Человек он несчастливый, каждый день что-нибудь. Его так и дразнят у нас 22 несчастья». Наконец приезжают экипажи. Дом становится оживленным, все разговаривают о своем и почти не слушают друг друга. Любовь Андреевна рассматривает комнаты и радуется приезду. Аня тоже рада, но очень устала и хочет спать. Ей неинтересно слушать сплетни Дуняши, но ее заинтересовала новость, что в имении гостит студент Петя Трофимов. Молодой человек раньше был учителем семилетнего сына Раневской Гриши, который утонул в реке. Именно эта трагедия заставила Любовь Андреевну покинуть поместье. Появление Трофимова напоминает матери о горе. Вскоре она успокаивается и удивляется, как Петя постарел и подурнел. Вы были тогда совсем мальчиком, милым студентиком, а теперь волосы не густые, очки. В ходе разговоров выясняется, дела Раневской идут плохо. Она продала заграничную дачу и все деньги потратила на любовника во Франции, который в конце концов ее бросил. Имение с Вишневым садом выставили на торги из-за долгов. Ни у Раневской, ни у Гаева нет денег, чтобы оплатить долги. Любовь Андреевна очень дорожит Вишневым садом, но предпринимать ничего не хочет. Лопахин рассказывает о возможности спасти имение, вырубить сад, разделить землю на дачные участки и сдавать их в аренду. Это позволит получать с имения высокий доход и станет для банка достаточным основанием отложить торги. Помещики категорически против, ведь Вишневый сад – лучшее, что есть в их губернии. Аня советует Варе выйти замуж за Лопахина, но Таня верит, что купец сделает ей предложение. Дуняша узнает Лакея Яшу, которого видела в последний раз еще девочкой и влюбляется в него. Помещик Симеонов-пищик хочет взять в долг у Раневской. У той нет денег, но она просит брата дать соседу взаймы. Становится понятно, что Любовь Андреевна привыкла сорить деньгами и не вполне понимает своего бедственного положения. Гаев произносит неуклюжие монологи. Например, приветствует старый столетний шкаф, называя его многоуважаемым. Когда остальные просят его помолчать, конфузится и бессмысленно употребляет бильярдные термины. Аня отзывается о нем так. Тебя все любят, уважают. Но, милый дядя, тебе надо молчать, только молчать. В конце действия Гаев пытается придумать способ спасти имение. Он решает попросить у тетки из Ярославля денег взаймы, но тут же упоминает, что тетка не любит Любовь Андреевну за ее порочность, что вызывает у Ани негодование. Одновременно Гаев вспоминает, что можно попробовать взять заем под викселя. Кроме того, он убежден, что Лопахин непременно поможет Раневской. Гаев клянется, что не допустит дела до аукциона. Аня успокаивается и засыпает. Варя отводит ее в спальню. Во втором действии герой проводит время на природе недалеко от усадьбы, сидя на скамье около старой церкви. Прошло несколько месяцев, торги должны состояться через несколько дней. Епиходов хочет поговорить с Дуняшей наедине, но та отправляет его в дом. Конторщик уходит, а Дуняша остается наедине с Яшей. Молодые люди целуются и обнимаются, девушка признается в любви, но Лакей боится, как бы их не застали, и отправляет Дуняшу домой. Яша явно относится к девушке несерьезно. К церкви подходят Раневская, Гаев и Лопахин. Купец продолжает уговаривать брата и сестру последовать его плану и сдавать в наем участки, но помещики называют дачи и дачников пошлыми. Они понимают, что денег, которые пришлет Ярославская тетка, недостаточно даже на возвращение долгов, но сдавать землю не хотят. Лопахина выводит из себя их легкомысленность, он порывается уйти, но Раневская уговаривает его остаться. Любовь Андреевна жалуется на отсутствие денег и ругает себя за бессмысленные траты, но когда случайный прохожий просит денег, без сомнений подает ему золотой. Упрекнув Лопахина за приземленность и необразованность, Раневская предлагает ему жениться на Варе. Купец послушно соглашается. Фирс приносит Гаеву пальто и возмущается, что теперь непонятно, кто господа, а кто мужики. Приходят Петя Трофимов, Аня и Варя. Раневская вспоминает недавний разговор о гордом человеке и хочет его продолжить. Трофимов убежден, что человеку нужно забыть о себе и начать тяжело работать ради всеобщего блага. Он осуждает интеллигенцию, неспособную на труд и искание, и допускающую в ужасные условия жизни низших сословий. Лопахин замечает, что трудится с утра до вечера и ясно видит, что хороших людей мало. Раневская прерывает его бессмысленным замечанием, собеседники не слушают и не понимают друг друга. Вдалеке слышен звон лопнувшей струны, который пугает Любовь Андреевну. Фирс вспоминает, что в прошлый раз перед несчастьем тоже слышал этот звук. Несчастьем же он называет волю. Все уходят и на скамье остаются Аня и Трофимов. Петя не придает их взаимному чувству большого значения и призывает быть выше этого. Молодой человек убеждает девушку, что нужно покончить с прошлым и начать жить настоящим. Пора прекратить существовать за счет других людей и искупить свою вину трудом. За словами Петя ничего не стоит. Он уже давно не может закончить курс университета и не занимается никаким полезным делом. Слова Трофимова производят на Аню большое впечатление. Девушка понимает, что уже не любит вишневого сада, как прежде. Она верит Трофимову и готова начать новую жизнь. Третье действие разворачивается в день торгов. Раневская по необъяснимой прихоти именно в этот день устраивает балл с еврейским оркестром. В гостиной собрались все герои, кроме Лопахина и Гаева, которые уехали на торги. Шарлотта Ивановна показывает гостям фокусы. Любовь Андреевна очень взволнована. Она с нетерпением ждет брата и хочет узнать, состоялись ли торги, продали ли имение. Варя успокаивает Раневскую, что Гаев наверняка купил поместье с помощью денег ярославской бабушки. Трофимов дразнит Варю тем, что она хочет выйти замуж за богатого Лопахина. Он обижен на нее за то, что та все лето не давала покоя им с Аней, боялась их романа, тогда как они выше любви. Раневская советует Варе выйти замуж за Лопахина, но девушка в который раз повторяет, что не может дождаться предложения. Петя Трофимов пытается убедить Любовь Андреевну, что с имением покончена. Во время разговора Раневская роняет телеграмму и рассказывает, что ее бывший любовник зовет ее обратно. Она готова простить его так, как любит. Трофимов напоминает, что этот человек обобрал ее. Любовь Андреевна обвиняет Петю в том, что он молод, многого не понимает, ничего не делает и в 26 лет до сих пор студент. Рассердившись, Любовь Андреевна называет Трофимова недотепой и возмущается тем, что он не понимает любовь. Обиженный Петя уходит. Фирсу не здоровится. Он вспоминает, что прежде на балах танцевали высокопоставленные люди, а теперь даже начальник станции неохотно приезжает. Яша неуважительно заявляет, что дед ему надоел. Молодой лакей просит Любовь Андреевну взять его за границу, если она надумает вернуться в Париж. Епиходов хочет поговорить с Дуняшей, но она думает о своем. Варю злит то, что конторщик свободно расхаживает по гостиной, как гость, и она прогоняет его. Приехали Лопахин с Гаевым. Купец взволнованно, помещик чуть не плачет и уходит к себе. Выясняется, что поместье купил Лопахин. Сперва он выглядит сконфуженным, но вскоре чувствует себя свободнее. Радуется, что выкупил имение, где его отец был крепостным. Он говорит безумолку о том, что хочет вырубить сад и сдавать участки. Гордая Варя кидает ключи на пол, а купец весело их поднимает. Любовь Андреевна плачет, а Аня ее утешает, рассказывая, что их ждет новая жизнь, что впереди еще много радостей, что они посадят сад еще красивее. Та же комната. Но на окнах нет занавесок, на стенах нет картин, мебель выставлена в одном углу, стоят чемоданы и дорожные узлы. С улицы слышен стук топоров. Раневская с семьей покидает дом. Варя стала экономкой у Рагулиных, Гаев собирается служить в банке, Аня планирует окончить гимназию и пойдет работать, Епиходов останется конторщиком в имении, а Шарлотту Ивановну обещал устроить Лопахин. Заболевшего Фирса нужно было отправить в больницу, но в суматохе никто не может вспомнить, отвезли его или нет. Сама же Любовь Андреевна с Яшей едут во Францию на деньги, присланные Ярославской бабушкой. Лопахин приготовил для отъезжающих шампанское, но никто не хочет его пить. Сам он тоже уезжает на зиму в Харьков. Он заводит разговор с Трофимовым, который едет в университет. Купец хочет дать студенту денег, но тот гордо отказывается. Ему важно быть свободным человеком. Они обмениваются несмешливыми фразами, но Трофимов признается, что у Лопахина тонкая, нежная душа. Дуняша плачет, прощаясь с Яшей, но тот только рад уехать в Париж. Приходит Симеонов пищик и раздает долги. Он сдал в аренду свое поместье англичанам, которые нашли на участке белую глину. Гаев и Любовь Андреевна грустны, но Аня напоминает им, что начинается новая жизнь. Они замечают, что после продажи сада им действительно стало легче. Любовь Андреевну заботит еще один вопрос, помолвка Лопахина и Варе. Она в очередной раз напоминает купцу об этом, и Лопахин опять соглашается. Раневская зовет Варю, Лопахин начинает с ней отвлеченный разговор, чтобы под первым предлогом покинуть ее. Варя плачет, но быстро успокаивается. Все собираются и уходят. В комнате остаются только Раневская и Гаев, которые бросаются друг другу на шею и тихо плачут, прощаясь с домом и прежней жизнью. Наконец, и они выходят. В последней сцене в комнату заходит Фирс. Старого Лакея забыли отвезти в больницу. Он что-то бормочет, ложится на диван и неподвижно замирает. Опять раздается звук лопнувшей струны. Издалека слышен стук топора по дереву. Дождливый ноябрьский день. Под большим деревом накрыт стол. Старая няня Марина предлагает гостю, Михаилу Львовичу Острову, выпить водки или перекусить. Тот отказывается от угощения, ссылаясь на духоту. Появляется Войницкий. Он выспался после завтрака и имеет помятый вид. Садится на скамью, поправляет свой щегольский галстук. Он жалуется Острову на неудобства, вызванные присутствием в имении Александра Владимировича Серебрякова, бывшего профессора и его супруги. Следом появляется Серебряков, Елена Андреевна, Соня и Телегин. Между присутствующими завязывается беседа. Телегин, который проживает в доме лишь из милости хозяев, восхищается природой и пением птиц, а Елена Серебрякова возражает ему, что в усадьбе нет покоя и согласия. Неблагополучно в этом доме. Дважды произносит она. Диалог продолжается, и реплики персонажей указывают на напряженные отношения между присутствующими и тяжелые личные переживания. Остров жалуется няньке, что за 10 лет устал от жизни в уезде. Ничего я не хочу, ничего мне не нужно, никого не люблю. Хотя на самом деле ему очень симпатична молодая жена профессора. Войницкий измучился, управляя имением. Он говорит о себе. Обленился, ничего не делаю, только ворчу, как старый хрен. Иван Петрович открыто завидует успехам отставного профессора, особенно его прежней популярности у дам. Кроме того, Войницкий влюблен в красавицу жену Серебрякова и открыто критикует его научные изыскания, заявляя, что тот читает и пишет об искусстве, ровно ничего не понимая в искусстве. На это Елена Андреевна возражает, что ее супруг точно такой же человек, как и все остальные, и нет никаких причин его презирать. Но Иван Петрович не успокаивается. Он заявляет, что жестоко обманут Серебряковым. Я обожал этого профессора, гордился им и его наукой. Я жил и дышал им, боже, а теперь он ничто, мыльный пузырь. Вокруг Серебрякова накаляется атмосфера неприязни. Он начинает раздражать даже собственную жену. Все вокруг считают его корыстным и черствым. Его презирают, даже несмотря на недуг. Он болен подагрой, не спит ночами, страшится смерти. Серебряков недоумевает. Неужели я не имею права на покойную старость, на внимание к себе людей? Елена Андреевна мысленно все больше соглашается с Войницким. Она не чувствует себя счастливой в браке, ей всего 27 лет и ее сердце жаждет любви. Но молодую женщину привлекает не Иван Петрович, а врач Остров, который кажется ей ярким и самоотверженным человеком. Она знает, что в доктора влюблена Соня, великодушная, но непривлекательная племянница, дяди Вани. Остров часто бывает у них в гостях, но совсем не замечает юную девушку. Елена Андреевна понимает, врач влюблен вовсе не в Соню, а в нее. Соня твердит о необходимости милосердия, но ее слышит только старушка-няня. Лишана проявляет искреннюю заботу об Александре Владимировиче и пытается успокоить присутствующих. Но ей не удается погасить назревающий конфликт. Серебряков не в силах более терпеть своего бедственного положения и пренебрежительного отношения окружающих. Он собирает всех в гостиной и предлагает единственное, как ему кажется, верное решение – продать имение, которое приносит малый доход, а на вырученные средства купить дачу в Финляндии. Предложение профессора возмущает Войницкого в течение 20 лет управляющего этим имением. Он возражает, что юридически владелицей усадьбы является Соня. Кроме того, такое решение огорчит столь преданную Серебрякову Марию Васильевну. В ярости Войницкий хватает револьвер и стреляет в профессора, но дважды промахивается. Александр Владимирович напуган. Осознав, что едва избежал гибели, он принимает решение вернуться в Харьков. Его примеру следует и Остров, который намерен уехать в свое небольшое имение и вновь заняться лечебным делом. Угасают любовные страсти. Дяде Ване приходится смириться, что Серебрякова к нему равнодушна. Елена Андреевна не смеет ответить на ухаживание Острова, а Соня понимает, что доктор никогда не полюбит ее. Конфликт Войницкого Острова и Серебрякова остается без последствий и забывается. Профессор обещает, что Иван Петрович и в дальнейшем будет получать за управление усадьбой все, что ему причитается. Няня Марина мечтает, что жизнь в имении вернется на круги своя. Остров и Серебряковы уезжают. В доме остаются Соня с Войницким, старушка Марина и Мария Васильевна. На первый взгляд, мечты няни о прежней идиллии сбываются, но это лишь иллюзия. Войницкий по-прежнему зол на профессора, ему кажется, что Серебряков погубил все его надежды на лучшую жизнь. Они с Соней мечтают о будущем, но финальная реплика девушки полна безысходности. Мы, дядя Ваня, будем жить. Проживем длинный-длинный ряд дней, долгих вечеров, будем терпеливо сносить испытания, какие пошлет нам судьба. Будем трудиться для других и теперь, и в старости, не зная покоя, а когда наступит наш час, мы покорно умрем, и там, за гробом, мы скажем, что мы страдали, что мы плакали, что нам было горько, и Бог жалится над нами, и мы с тобою, дядя, милый дядя, увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную. Мы обрадуемся, и на теперешние наши несчастья оглянемся с умилением, с улыбкой и отдохнем. Продолжение следует...